Привет, мои хорошие, мои любимые. В общем, я дома и решил рассказать, как я съездил в Киев. Кстати, хочу сказать, что завтра, 12 числа, я опять уезжаю в Киев. Там, в общем, на все будет добре на съемке. В общем, хочу поделиться, как я съездил, про передачу. Кто первый раз тут смотрит и не поймет, что, это у нас была мастер-шеф проекта, и там была Таня Катерновская. Ее побил сын, она умерла. И вот нас пригласили, бывших участников вот этого проекта, ну, прийти, сняться в передаче «Один за всех». Есть такая программа. В общем, ну, что сказать, я туда поехал на вот этом Хундае, задом наперед, как я и предполагал, телепарса, в общем, сидели две девочки со стороны, ну, на той стороне, что-то сидели и все с меня смеяли, всю дорогу. Что-то я не понимаю, чья что-то, то, что я контики, может ел, я не знаю, чешуя, воду пил, что-то. Сидели, дивились и смеялись с меня. Ну, я уже сидел, мне, конечно, уже неудобно было, потом она от себя бесить стала, если честно. Ну, ладно, не об этом. В общем, приехал в Киев, я набрыхал Оксан, ланцировал меня звон, а я ее тоже позвал. Она говорит, «Самвейл, а тебя будут везти туда на съемки?» Я говорю, «Ну да, вышлю такси, сказали, что приедут, меня встретят». Я говорю, меня встречают прямо возле поезда, потому что я знаю, что Оксана, она пока волосы свои начешла, эти двуметровые, то это очень долго, она может опоздать часа до четыре, как когда-то, и ждать четыре часа под Ocean Plaza там в Киеве. И, значит, я говорю, Оксана, только ты смотри, не опаздывай, говорю. Она говорит, я на канал буду сама, и хотя не знаю, где это все, значит, я говорю, ты смотри, не опаздывай, потому что меня прямо возле вагона забирают, встречают, и мы садимся на машину и уезжаем. И она же прибила до вагона, а я ей обдурил, я говорю, я тебе обдурил, Оксана, я говорю, мне просто скучно было, говорю, чтобы ты пришла, говорю, чтобы мне не скучно было. Обдурил Ксюху, что будет на вокзалі меня встречать, она приехала специально. Нам так не жить, я ж не на... Я тебе обдурил, никто меня на вокзалі встречать не будет, просто мне хотело, чтобы ты приехала. А я говорю, думала, нам в дреннику приехать, что ты блатный на воду приехал. Ууу, понятно. Так что пошли. Подожди, дайте. Это у меня не красивая, а я не красивая. Ой господи. Да, волосы как начесала, ой боже, ну это вообще. Так что куда идем? На канал из тебя. Да меня заберут, меня встретят. Только не с вокзала, я тебя набрыхал, чтобы ты просто приехала в Макдональдс. Пошли и давай. Ну, значит, мы с ней пішли в Макдональдс. Оксана купила такие эти сами огромные, ну, не огромные, а в новой какие-то босоножки Оксаны. И они такие с ремнями, такими, с цепочками. И значит, а есть такой магазин Зара. Не Зара, а карри, карри. Ну, так приправа, такие магазины из карри обувь продаются. И значит, мы зашли в Макдональдс. Я говорю, о боже, у тебя какие новые сапоги. Она смеется. Я говорю, где ты купила, в карри? Она говорит, не в карри, в Полтаве. А Полтава это город. Оксана, ну ты вообще чудишь. Она говорит, ну она поняла потом, что не в карри, а возле карри. Ну, она говорит, биля, биля карри купила. Ксюга, ну ты вообще, ну ты боишься погыть. Знаешь, сколько стоит, не стоит. Багато. 250? 250, ну, давай, что же ничего не стоит, в ручок. Ну, сколько? Не скажу. Где купила, в карри? В Полтаве. В карри, в Полтаве. Биля карри. Биля карри. Тетка продавала. Биля карри стояла. Себе сняла, ктюхи отдала, поблажала. Как вот, знаете, есть вот эти цитатки маленькие, там написано было. Мы сидели рядом, я болтала ногой, он болтал о любви. Он держал меня за талию, я его за идиот. А тут вот так и мы с Оксаной поговорили. Я говорю, ты обувь, где купила? В карри, а не в Полтаве. Ну, понятно. Значит, потом мы встретились с таксистом. Целый час нас ждал в такси, и они думали, что мы сами должны как-то найти. Машина с СТБ нас ждала целый час, потом уже звонит, где вы? Я говорю, ну, мне никто не позвонил. Говорю, а на то, и такси уже целый час стоит. Ну, а что я могу сделать? Вы мне не звоните, что я буду вызванивать. Я знаю, там 150 номеров звонят с СТБ, ты не знаешь, кому уже звонить. Я говорю, мы стоим уже целый час. Говорю, мы уже Мадональд сходили и поили. Ну, в общем, нас отвезли на канал. А это где-то заходится за Киевом. Там какая-то студия. Там они сериалы снимают, там что-то такое. Какая-то, типа, как дворец. Ну, декорации очень красивые. Здоровая студия даже. Нас там загримировали, в общем, туда-сюда. И встретилась, побачила Анну Мажник. В общем, собралась где-то человек 7 наших или 8. Был Дима Павлюков, Вика Кушнир была. Был Ванька Малый, вот этот из Львова. Потом, значит, была Вита Лоденкова, был Женя Поливода, Никита был я, Оксана Монцирова. Ну, вот это вроде все, кто был с нашего сезона. Значит, зашли мы туда в студию. Нас посадили на места, каждому. То есть мы не в гостях сидели, вот там, где Ваня Кушни. А там сидела только Мажник Оксана. Мажник Аня, ее вызвали, она рассказала, как вот это произошло, все, как она узнала. И там такое началось, конечно, вышел Ваня рассказывать. Ну, це, конечно, я не знаю. То одне каже, то мы, я, он, оказывается, у тети Тани жил на квартире Ваняка. Уже, який выселил из дома тети Таню, они жили в съемном доме вместе. И Ваня тоже там жил. Ваня работает где-то в ресторане, и каже, я полдвенадцатого возвращаюсь сюда. А этот раз, каже, и дочка там жила. Вроде дочка, тетя Таня, вот этот, ее сын, и, значит, Ванька. А внук живет отдельно. Внук хороший, кстати. И, значит, каже, я вышел с маршрутки, иду, и навстречу иде вот эта дочка. И каже, что, мол, иде с бутылкой пива, и с какой-то коробочкой. И каже, маму убив. В общем, вот этот сын, каже, пошли, чтобы он тебя не убив. Визвали, каже, такси, сели, поехали в такси. В этот момент он звонил Ані Мажник. И каже, что, ну, Мажник, он не сказал, что побили тетя Таню. Он говорит, вот тут таке произошло, я тебе ничего не могу сказать. А мы все сидим в студии, я говорю, Ваня, что, значит, ты не можешь сказать? Что ты ей так сказал? Если тебе сказала дочка тетя Таня, что убили тетя Таню, ты что, не мог вызвать милицию, не мог вызвать скорую? А он сидит и каже, я думал, где мне ночевать? Ну, у нас его такие глаза, честно, были, потому что... Потом он говорит, что они в такси сели в какую-то машину, которая стояла за углом. Потом уже говорит, что машина эта ехала медленно, среди ночи. Медленно ехала машина. Ну, короче, у всех такое впечатление сложилось, я, конечно, не буду ничего говорить там, но у всех складывалось впечатление, что Ванька там був в этот момент. И он это все бачил, просто он ничего не смог сделать. И они с дочкой оттуда втекли. Потом кто каже, что дочка затеяла эту драку, потом, значит, дочка кому-то рассказывала, а немажно, что, оказывается, Ваня тоже там был, Ваня каже, что его там не было. Ну, вот теперь пойми, где правда, где неправда. Поэтому никто этого уже не знает. Показывали там кадры с этих... с дома ее, конечно, страшные кадры такими. Голова вот так разболилась. О, это вообще, такая тяжелая вот эта передача. Это вообще. Я сидел, мне аж погада стало. Там, значит, этот адвокат каже, Ваня, вы думаете, что вы говорите, 10 секунд подумайте, а потом отвечайте. Потому что вы сейчас наговорите себе уже, вы наговорили на то, что вы оставили человека в опасности. Оставить человека в опасности, это до 5 лет лишения свободы. Строгого режима. Ты оставляешь в опасность. Человека убивают, а ты не сообщил, не позвонил, ничего. И оказывается, врачи были, значит, врачи хасидите кажут, она поступила к нам, как неопознанная. Я говорю, Ваня, подожди, при тебе вызывала, в машине, вызывала дочка скорую. Скорую, когда вызываешь, там говорят, сколько лет, как зовут, кто там больная, или что, как это неопознанная. Оказывается, дочка, когда вызывала, она не сказала, как будто бы это анонимный звонок. Если был ее брат, допустим, мать, и ты это бачила, что ты не сказала, твою мать зовут, кто она, что она, ну, в общем, таки. Оказывается, больше суток ей не оказали помощь, потому что она была неопознана, не то, а потом врач в ней узнал, что она просто участница сезона Мастер-Шеф. Врач узнал ее. Сама дочка не приехала на съемки, кажут, и деньги там предлагали, все, она не приехала. Вот так вот. Так все. Конечно, это было страшно. Это, фу, такая передача, это так тяжело. Я говорю, мне, вот я не могу сказать, что это Таня моя подруга, или моя там мать, она мне. Это вот человек, с которым мы были на проекте. Но мне, обычному человеку, можно сказать, постороннему даже человеку, мне тяжело вот с этим в мозгах жить с тем, что сын убил мать. Вот мне это в голове. Я хожу, хожу, там что-то делаю, а потом опять вот это вспоминаю. И опять вспоминаю, наверное, вот это на всю жизнь останется в головах людей, кто вот это знал, знал этот случай, что сын убил мать. Это ж как, что это, как, если мне тяжело с этим жить, как жить, вот, дочке, там, сыну, как им жить, и какие им слова находить в своей оправдании, и как им дальше оправдывать свое существование на земле, я не знаю. Я, конечно, не сужу, он за свои грехи будет отвечать, а я за свои, но просто, я не знаю, какое оправдание. Я тоже, с другой стороны, я тоже понимаю, что-нибудь там очнутся, ничего не помню, как же. Ну, факт есть факт, поэтому. Вот, потом пришли в кафешку, посадили, там собралась, знаешь, психолог была, Алектина Шевченко, это очень известный психолог, она вот была на проекте, у нас была психологом, она помогала во многих моментах, обращались с ней, там, эта женщина вот такая потрясающая, я так рад, что мы встретились. Конечно, вот этот повод для встречи был ужасный, ну, по крайней мере, мы встретились и с участниками, бывшими, поговорили, то есть, там, никаких у нас обидников, кого-то там немало, уже все прошло, все забыло, слава Богу, хоть в этом смысле. Алектина Шевченко, это наш психолог, как она поддерживала весь проект, бедненько, с нами переживала, Нам всем нужна была ее помощь, а вот Диане Бабочиной, злобе, но она не нужна была там помощь, психологически. Алектина, спасибо вам большое. Они не обращались, больше того, они, так сказать, скрывались от психологической помощи. А вот, ты не будешь чем-то помочь. Я хаю, изводимые. Ну, была секси-снегурочка, теперь как? Секси-смак. Пока еще нет. Манцерник. И я потом назад 23-25 поехал в Киев, тоже. Иду в Киев, иду в купе. Зашел мужик, сидела женщина. Сверху, якийсь мужик в тулупе, таком здоровом, как военном, лих спать на верхнюю полку, на матрах прям. А цей, значит, в вагоне прохладно. Вот я сидел в купе, прохладно. И женщина, значит, каже, ну, мне не каже, подайте мне, пожалуйста, одеяло. Я на нижней полке сплю. А она тоже на нижней полке. Там сверху надо мной вот эту бушлате и еще один мужик. Ну, так или 35, может, 40. И, значит, она мне каже, подайте одеяло. Я залез, подать одеяло. Значит, я вот этой женщине подаю одеяло с верхней полки. Она каже, ну, оно прохладно. Я соби взял одеяло и соби, я говорю, прохладно в поезде. И он каже, та не будет ничего прохладно. Чего вы думаете, что прохладно? Будет жарко. Я езжу каждый день. Сегодня я, наверное, вообще без трусов буду спать. Я так и ту женщину глянул. Та женщина так глаза подвела. Ну, и неудобно. Ей не 15 лет, она чуть постарше. Лет 40, 42, 43, 44 года. Я не знаю, сколько ей лет. Ну, нормальная женщина. И она так глянула. И я тоже так. Думаю, чего он сказал, что он будет без трусов спать? Что он всех предупредил? Чего он думал, что та женщина до него залезла, я узнала, что он без трусов будет спать? Я не знаю. Чего он ждал ночью, что он без трусов и что он будет в купе? Ну, короче, что такое? Так что, мои короче, ну, доехал нормально. Приехал сегодня в театр туда. Вакарчук сегодня был в театре. Я снял Вакарчука, я потом еще отдельно его репетицию прикреплю там. Ой, у него такая вот энергетика, ну, прям, прям, аж когда смотришь вживую, это аж что-то завораживающее. Никогда не думал, что так можно вот подавиться. Так что, такие дела, мои хорошие. И, короче, вот эта ж Ванька там крутив, то одне казав, то друге, то третье. То ехал, каже, еду в машине, думаю, где я буду ночевать? И поехал, и куда-то на сьомну квартиру. Ему кажут, что прям ночью то бездали квартиру? Он говорит, да, ночью дали риэлторы квартиру. Какие-то, много вопросов, конечно, осталось после этой передачи. Рюванька, кажи правду. Мы, конечно, накинулись на Рювань, кажи правду. Аня, ты мне тоже слала смс, показала, что дочка была, и что ты кажешь, что там дочки? Ну, в общем, потому что она на чистую воду выводит. Это нельзя так оставлять там и бояться что-то сказать. Уже если в такую эту ситуацию попали, то надо выяснить, что там произошло, и кто виноват. Чтобы сделать выводы, чтобы в дальнейшем такого не было. Чтобы человека убило, а другие человеки, да и думай, как ему ночевать. Как и жив у этого человека я в шоке. Короче. Ну и добив той мужик без трусов. Я не знаю, в трусах или ничего без трусов. Не заглядывали туда. Слава Богу, что мы доехали. Все нормально. Все, мои хорошие. Пока завтра опять уезжаю. 12 числа уезжаю. Опять на все будет добре. Потом, значит, что еще? Это завтра будет 1, а потом мне еще звонят все с тобой, кажут, надо побалакать, типа, про позы в сексе, аварийные. Я кажу, Боже, что решили, что я суперпрофи в этом вопросе или что я сексопатолог, сексотерапевт, понимая, что какие там травмоопасные позы. Я говорю, здравствуйте, вы нашли. Я могу только пошутить, что стол развалится, ножки надо прикручивать. Больше ничего. Все, мои хорошие, пока. Еще, мои хорошие, купил в цемь у пылю 2 килограмма говядинки. Купил, один кушал. Чтоб он жирал, чтоб меня пойду в него. Это, и что-то еще хотел сказать, уже забыл. Давай, 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 на, 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 ешь, доедай, доедай, обгладывай, косточки выбрасывай, давай. Давай. Томас, нельзя так делать. Так не делать, так делать, нельзя, Томас. В общем, мои хорошие, спасибо вам огромное, я дивлюсь, когда всегда вот иду в этом самом там в поезде или где-то там в театре, смотрю, то есть делится видео, делится, делится. Спасибо огромное, потому что подписчики растут, и это не благодаря тому, что там, я там где-то рекламу, я какую-то меня спрашиваю, как ты там раскручиваешь канал, сей там или что-то. Я ничего не раскручиваю, никому рекламу не плачу. Ну, вот когда-то блогеры говорили там обо мне, и Люда Флорида, ялта. Кстати, в Киеве встретил женщину, идем с Оксаной, и женщина подходит, ой, говорит, я вас смотрю в Ютубе, оттуда Флорида, так приятно было вообще. Так что, спасибо всем, кто делится вот этими видео моими, потому что это тоже приносит подписчиков на канал, и так что я безумно благодарю, я всегда вижу, что вот поделились, 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 спасибо, да, зижри мане, увы мане, увы мане, увы. Все, все мои хорошие, пока, спасибо вам огромное за все.